Это их разделительная. Это ленточка. Они боролись с советской армией. Власовцы это в Белоруссии? Нет, в России. Нет, это же Белорусский фронт был? Нет, я не знаю, какой там фронт. Это их определенные знаки, это тех, кто боролись с советской армией. А сейчас они, это же на стороне фашистов, они боролись с фашистами. Фашистами и плюс эта лента. Сейчас они навязывают на себя реальные фашисты. Это не просто фашисты, это фашисты и коммунисты. Это двигалось зверя, коммунизм и фашизм. Я считаю, что Гитлер объединен с Сталином. И вот это пошло на Украину, потому что Украина рождена, а духа, много людей рожденных. Понимаете? А они это же самое, им же надо это подавить делом. Ну да, контролировать, гладить жесть. Подавите, что они мало то ушли, а кто такая женщина на звере? Русская православная церковь. Это же явно. Это же Божья Мать их, да? Русская православная церковь. Богородица, да? Да это причем тут Богородица и тут. Это вообще православная церковь, что я понимаю. То есть образ женщины получила? Церковь, как образ женщины. Ну жена, церковь это же жена вообще, невеста вообще Христа. Ну в Библии есть невеста Христа, а есть женщина на звере. Вот там был образ Распутницы, это была... Вавилон блудница, это она держит зверя. Это православная церковь держит Путину. Это держит зверя, что тебе еще надо. Меня по всех поддерживают. Все священники были на Майдане крим православных московских патриархов. А я ходила до них и провела им суд Божий. Да, прямо подошла до самого старшего. Куда? В Лаврю? В Лаврю, да. Да, да. Вони шли на служение. И мы говорили, что ваш кирилл говорит, что вы связали за нами войну. Духом святимих. А он говорит, что придет и говорит суд Божий на вас. Он так меня хорала. Просто из неба огонь взводила. Так да? А они, собственно говоря, они не... А там же полный блуд. Там же полная подростия. Ну там были случаи... Там не в случаи. Там полная подростия. Они там в блуде. Он стоить у меня. Я его скажу. Официально разоблачила. Я подошла. Я подошла до священника. Я говорю, как вы относитесь спокойно? Так как вы относитесь к тому, чтобы ваш кирилл развяз за войну? Они стоят у меня и так. А я говорю, слушай, я говорю, что ты блудница, что ты меня гадишь. Не от духа. Понимаете? Они же там без женщин, я не знаю. А реализовать надо. Если уже не сказал, выйдите из мира. Он так не говорил. Он сказал верующим себе, отделиться от зла. Может, он у вас как дочь? Нет. Я ему больше маме годилась. Они же себе отцами считают. Отцами небесными. Я чувствую этот дух. Я говорю, блуд, это дух блуда. Противно было. Я почувствовала этот дух нечистый. Понимаете? А потом еще один подошел говорить между собой. Я так встала, я послушала, про что они говорят. Какая-то женщина с ними, у нас тут какие-то там девочки. Пошли до какого-то монаха. Это так конкретно, демонически. Как я с одним парнем говорила. Они говорят, что Иисус ходил. Это же надо так изразить писание. Что ходил с мальчиками. Иисус ходил с учениками своими. И он их имел как это самое. Как невеста. Это надо так изразить писание. Как невеста. Да, как невеста. Блуд, он возвращает все, что хочет. Сатана. И это же это самое. А вот это же все эти партии регионов. Они, когда шли на Майдан, я вам расскажу случай. Ишли на Майдан. Что вы показываете? Куда вы показываете? В партии регионов, что была. А где вы показываете? Президент. Президента больше. А, мы туда в ту сторону, в Японию. Ишли на Майдан. Я ж ходила молилась. Я тут у всех расскажу вам свое движение. Туда ходила на этот самый. На этот молилась, провозглашала. Я бачу, тут собираются толпа. И я на Майдан. Я знаю, что еще до этих всех побудешь. А я думаю, сейчас пойдут и развяжут какую-то драку. Потому что они только приехали к себе. Их где-то человек сто. И я бегаю между ними. Сатана эти связывают. Дьявол эти связывают. У меня это самое. Потом они останавливаются около метро. А я к ним говорю, «Хлопцы. Не идите против брата против брата». Начали им говорить. А это самое. С партией регионов там таки. Это самое. Пошли до меня. «Что ты, 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 ты?» Я говорю, «Ты». А я почувствовала этот дух. Я говорю, «Ты дух обладает. Я связываю именем Иисуса Христа». А потом так повернулась. Начала опять им говорить. А потом так поворачивайся у меня. А у меня дух просто весь. «Ты!» Кажут. Вон отсюда. Вон отсюда. Он как дернется от меня. Ведет целую банду. И я одна. Они заходят в метро. И не могут пропустить, потому что они же без жетоней. А я тут встала на это самое. Я им часа проповедовала. И пока я не закончила, они не зашли. Той пидерас? Он даже мне слова не сказал. Он даже мне слова не сказал. Я ему полностью это самое. Это дух. Это конкретно. А она той царёва, как подивись. Это же тварь. Понимаешь? Если бы можно было, Господи, ты знаешь, Господи. Это я не как человеку. Там же демон. Конкретно себе демон. Понимаете? Это все демонизировано. Это надо мать. Почему у нас мы не имеем власти? Потому что Иисус сказал, приймите силу мою, когда сойдет на вас Дух Святой. Просто читать Библию без Духа Святого. Вы не будете, вы дети. Вы что думаете? Я зашла в Украинскую Православную Церковь, еще как Господь под церковь Водиви, я говорю, у меня свят служение. А вы там идите? Я киевлянка, я живу за городом. Я зашла, а мне Господь, а там ребенок крестился, а мне Господь показал маленький, и говорит, вот это моя невеста, маленький ребенок. Понимаешь? Я зашла в церковь уже протестантское направление, там как раз была свадьба. Я побачила, что невеста уже зрелая. Невеста протестантская, там Дух Святый, там Откровение Слова, там Сила Божия есть. А у них дети. Почему дети? Потому что они считают, что если они приняли Христа, тут автоматически им дарованный Дух Святый. По-друге, они не научены Слову. Нема Слова, нема основания. Дух покаяния должен быть. Это же такие процессы. Это до. До всего. Даже они каются. Но они не знают Слова, не имеют меча, и не приняли Дух Святый, и не имеют Силу Божию. Понимаете? И не имеют откровения. Кто такий Отец Небесный? Отец Небесный – это откровение Слова Божого. Как вы можете познать Иисуса? Вы познаете через Слово, да? Иисус, Он же есть Отец Небесный по-большому. Потому что Он есть и Слово, и Дух. Иисус – это Слово и Дух. Иисус – это Слово и Дух. Слово и Дух. Он в себе соединен Слово и Дух. Иисус – это 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 Слово и Дух. И когда Господь мне был 18 утра, и когда Он проснулся на Небе, я так стояла. Открылось небо. Открываешь не на Даниилу, или на на нецы там было, да? Не знаю. У меня сон не был. У Даниила не читали? Нет, я читала. У меня был сон личный. Он тоже в весне открывался? Да? Ну может быть. Да. Но у меня в весне было. Я совершенно была неверующая. Собственно говоря, я стою. Я вам расскажу, если я вас сейчас. Стою около батька, около дома, вдруг открывается моя душа, моя душа, когда книжка открывается, и открывается небо, и я бачу Иисус, Он такой большой на небе, люди в билом, и кони, и кони, я не это самое, я только кони побачила, что у кони это самое, я писал сами про кони, и бачу, война йде на небе, огонь, такая война, не могу понять, что, ну тут вроде просветления, и Господи, а я спустил, и говорю, Боже, вот как сейчас говорю, она уже сказала, что тебя нет, и он стал за мной что-то говорить, он за мной говорил не как мой начальник, не как мой бог, а он за мной говорил, как мой брат, он меня ни в чем не упрекал, он мне просто что-то в меня как бы подстерегал от чего-то, и тут я бачу, у меня лопается земля, так вот прервы между батьками, я падаю в ту прерву, и виходу я во сне, виходу с той прервы через 20 лет, я нахожусь там уже в самом месте, Бога я уже не бачу, ну бачу, моя подружка идёт, то она на 20 лет уже старая стала, это самое, а я такая молодая, вийшла молодая, что вы думаете, это мне было 18 лет, рівно через 20 лет я пришла до Господа, пришла через такую трагедию, что мне сын начал принимать наркотики, да, я такие спида, я 7 лет за него молилась, и он и освободился, потом шел с друзьями на Дніпру, и то нет, так я пришла, такий удар конкретный, а потом мой муж помер, это самое муж, а потом сын, ну короче, на меня шла полностью так, чтобы меня убить, если бы он не Бог был за мной, если бы он меня не держал, то чтобы за мной было, то что с остальными мамами не было, понимаешь, поэтому, что я хочу сказать, что он спасет, он открывается людям, он даёт встречу к нам с вами, вы же не просто читаете Евангелие, вы не можете, оно не может вам открыться, потому что у вас не было Духа Святого, но я, когда я верила в Иисуса Христа, мне тоже Дух не давался долго, я месяц ходила, я ходила в церкву, я говорю, Боже, все молятся на языках, потому что знамение крещения Духом Святым, я молитва на языках, знаете, да? Это десятники, я знаю, они это признают как основу, да, потому что написано в Слове Боже, да, это через Божийство, да, люди открылись языки, все один одно розумило на різной мове, да, не один одно розумило, а другие... Кто бы сказал материст, фашнанистик, как ты сказал? Люди, которые знали чей язык, не они один одного розумели, а люди, которые были рядом, они слышали свои наречия, каждый... Кажут, они пришли в Иерусалим, и те, кто слышали, что они, и они говорят, что они... Вы записываете меня, да? Я не знаю, я так пишу. Так пишите. Да ладно, пишите. Да ладно, пишите. Прямо запишу вас. Запишите. Воно вам надо. Пишите, пишите, оно вам полезным будет. Так вот, понимаете, что? Что значит веровать в Господа Иисуса Христа? Это не просто веровать, читать, зариться где-то, пойти в монастырь, где-то. Веровать в Господа Иисуса Христа. Это пребывать в Его Слове, получать откровение от Слова. Это веровать в Господа Иисуса Христа. Слушать, что Он говорит. И выполнить то, что Он говорит. И так возлюбил Господь Миршу, отдал Сына Своего Динародного, дабы каждый верующий в Него не погибла, имела жизнь вечную. Я так смеюсь с того, что бессмертный пришел в физическое тело, чтобы физично померти. Ну, понятно, что для него это все символично. Я думаю, что чтобы этих людям показать свою любовь, чтобы... Не чтобы, не-не-не, не чтобы. Он пришел, чтобы дать нам Дух Святой, чтобы соединять нас с собой. Открыть нам Бога, как нашего Небесного. Не только. Ну, это основа. Не только. Вот он пришел и открыл. У них Бог был какой? Бог виноватый, грозный, ревнитель. Даже Он открыл нам Бога. Ну и что, мы, получается, померем и где мы становимся? Он даже открыл, Он пришел нас соединять с собой. Он открыл нам любовь, чтобы мы с любовью его принимали. Не только любовь, и любовь, но это основное. Он связал человек с собой через Дух Святого. Он сказал, я поселюсь в вас, вас поселюсь. И как Он вселяется в меня, кто? Кто? Дух Святый, да. Я в отце, отец во мне, а я в вас. Вот это связь. И когда Господь соберет всех своих детей на этой земле, всех своих детей Духом, как написано в воскресенье, как невесту Он заберет. Он Дух Святый, который у меня, Он заберет Дух. Чем он остается на земле? Но Дух, который Его, Дух, связанный с моим Духом, пойдет на небо. И я, по сути дела, я Христова. Я и вы. Мы Христови, мы уже не свои, мы уже Его. А дитина ваша или Христова? А дитина уже пошла на небо. Христова, да. А вы это понимали тогда или нет? Конечно. Я же с 7 лет верующего. А, вы тогда его отмоливали? Я отмоливала его, да. Он с 7 лет верующий, он мне говорил, для меня Господь, вообще, как я верила, для меня, для меня... А почему он попал в такую спокусную наркотики, это же привычка сильная? Ну, давай там с этим не будем. Для меня Бог, Бог... Мне просто интересно ваш анализ, ваши отношения до прошлого. Чуть больше лишилось у вас так. Я вам друге хочу сказать. Я хочу сказать, что для меня Господь был, как главнокомандующий, мой генерал, я не знаю кто, главнокомандующий, все. Я Бога не воспринимала как богатца. Для меня Бог, он не как отец. Я знаю, что я приказ, надо действовать. Это для меня такой Бог. Бог как генерал. Бог как генерал, да. Я вообще воин Христов. Ну да, то вот так евреи жили, что Бога воспринимали как генерал, они все життя воювали. А отца небесного я не воспринимала, как это небесное. А когда вы пришли в Иисусе, то есть мой отец, то есть батько наш. Ну что, я так генерал, и тут тебе папик. Предповедник. Как вы мне рассказывали, все знаете. А мой сын воспринимал Бога. Я же за рахунок ваш думай. Я же просто продолжу вашу думку. А мой сын воспринимал Бога как отца. Он был ближе. А он был ближе к нему, чем я. А я говорю, он говорит, мама, я ему говорю, «Господь, спасибо тебе сынок, сяка Юрий Александровича. Боже». Он говорит, мама, ну он же отец. Неужели ты думаешь, что он не знает, как меня зовут? Мама, ты называй фамилию, фамилию, имя и отец. Боже, спасибо сынок, сяка Юрий Александровича. Семь лет я молилась за него. А он вернулся? Он вернулся. Он вернулся, но он пришел, приехал сюда, встретился с старыми друзьями. Пошли на Дніпро, напилися. И потом... Вот такая история. Он мне снился после того, и моим знакомым снился. В общем, с права... Я хочу сказать, Библия говорит, что... Знаешь, как написано? «Спасешься через щадородие». «Щадородие» — это что? Детерождение. А что такое детерождение? В каком контексте? Ну, я не знаю, в каком контексте, но написано, «Может и спасется через щадородие». Женщина спасется через щадородие, через детерождение. А, то есть от народа своих детей? Ну, это, считаю, от своей дитиной, он меня привел до спасения. Мой сын меня привел до спасения. Бо я никогда так бы и не пришла. У меня все было нормально, я бы не занималась. Ну, нормально, скажем так. Понимаете? Ей не с семьей непорядки были. Ну, чтобы я уже в таком была... Для меня устраивало все в этой жизни. И молодость, и здоровье все. Откуда сын меня привел? Реально. Я уже кинула все, и бизнес все. Я только отдалася Господу Богу. И слава ему. Таким образом меня Бог привел. Каждое привезут по-разному. На меня через великое горе я пришла до него. Я кричала до него, молилась, кричала, я кричала ему за вереннюю. Что? Господи, исцели меня. Я знаю, что я с ним зустрянусь, со своим сыном. Безусловно, он не в аду. Я верю в то, что Господь его избавила Танда. Он не там, где он должен был быть. Потому что на нем было особое помазание. Он был особый. В нем был такой дух, как сладкий. Я таких людей не встречаю. Дуже редко встречаю людей, у которых сладкий дух. Он просто дарованный мне от Бога. Но так, как Бог меня через него предпокаял. Это как Иоанн, улюбленный учень Иисусом. Да, да. Поэтому, ты знаешь, а кто привел? Ну, друзья пришли, дали понюхать героин, когда они распадались. Один там, не друзья, но пацаны. Приехали, в один государственный базар, и до этого хозяина пришел друг. А то его сын. И он приехал, дали пацанам понюхать. Может, он хоть в доме помстить. И пацаны понюхали героин. Началось все с героином. И, короче, замотал. И семь лет, да. Но дело в том, что это все дела прошедшие. Иисус сказал, не возвращайся назад и вперед. Треба спасать Украину. Так как я пришла эту борьбу, поэтому я понимаю всех людей, которые в таком положении. Я стараюсь всегда помогти им. Это определенный, так сказать. Но самое основное. Как Украина спасется? Украина спасется, когда вы, я, когда мы понимаем слово. Когда мы понимаем, что если написано взяточники, ни взяточники, ни гори. Духовная революция в первую очередь. Царство Божие не наследует. Написано Иуда. Носив ящик, так? Потому что я пришел на меня там, я купил их. Треба меня.